Девушки отдыхают В тропических лесах всегда царит полумрак Поэтому растения нижних ярусов получают рассеянный свет На поверхности почвы лежат свалившиеся деревья Остатки гнивящей древесины Среди которых поселяются многочисленные папоротники, лишайники И, конечно же, очень много травянистых растений Травянистые растения зачастую достигают высоты от 2 до 6 метров И их заросли представляют собой непроходимые джунгли Среди травянистых растений нового света Растений неотропиков Большой интерес представляет собой семейство марантовые Листья у колотей, ктенант, марант и стромант Тонкие, нежные, эластичные Это объясняется экологическими условиями их обитания И, в первую очередь, малой интенсивностью света Представители семейства марантовых Интересны своим движением листьев Дело в том, что к вечеру эти листья поднимаются У основания листовой пластинки на черешках имеются утолщения Которые позволяют листам двигаться, поворачиваться И направлять листья таким образом Чтобы они могли максимально улавливать солнечный свет Если же среди блажно-тропического леса появляются прогалины Например, если падает крупное дерево И маранты также оказываются на ярком свете Листья также поднимаются вертикально вверх Для того, чтобы солнечные лучи Прямые солнечные лучи Не оказывали на них губительного влияния Благодаря тому, что марантовые Способны двигать своими листьями И складывать их в лодочку В вечернее время Эти растения называются молящимися растениями Кроме того, некоторые виды марантовых Называют еще денежными деревьями Например, это всем известная Маранта беложилковая Ее же англичане называют еще растением Десяти заповедей Это название связано с тем, что Листья окрашены очень необычно Имеется 10 хорошо отчетливых Отметен коричневого цвета на зеленых листьях Марантовые имеют утолщенные корни В которых накапливается большое количество питательных веществ В том числе крахмала Поэтому некоторые виды, например, маранта тростниковидные Являются источником крахмала Для питания местного населения Светлые или яркие полосы на листьях Образованы клетками, которые действуют как линзочки Собирая и фокусируя свет И направляя их на зеленые клетки Которые могут его усваивать Очень часто нижние листья у марантовых Крашены в темные красные цвета Это также является приспособлением для улавливания света Даже самые незначительные лучи солнца Отраженные от земли Улавливаются растением И используются по назначению В условиях очень высокой влажности Марантовые способны на листьях выделять капельки влаги Это лишняя влага, которую они не могут испарить И это явление называется гутацией К сожалению, в домашних условиях Такое явление наблюдается очень редко Поскольку при комнатном содержании Воздух в квартирах бывает очень сухим И растения чувствуют себя не очень комфортно Очень часто у марантовых молодые листья И листья у взрослых растений сильно отличаются Ну, например, у некоторых видов В молодом состоянии листья имеют отчетливо выраженный рисунок Тогда как в взрослом состоянии Этот рисунок теряется И они совершенно бывают не похожи на молодые Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин